Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Что мне делать? Никто меня не хочет слышать и понимать. Мать меня не слышит. Постоянно ругаемся из-за денег и супруги супруга. Ушла к другому мужчине. Дети живут со мной. Хочу уехать продать жильё, но детей не могу бросить. Как мне поступить? Смотрите, я думаю, что начать здесь нужно с того, чтобы вас услышали. Нужно, чтобы вы смогли, вероятнее всего, донести до людей. Да? До вашей жены, до мамы. Нужно донести, чего вы хотите. Если вы не можете донести то, чего вы хотите. Если у вас не получается донести до людей, то, чего вы хотите, то, само собой, разумеется, будут проблемы. А вы находитесь в противоречиях, во-первых, самим собой. Это во-первых, вы находитесь в противоречии самим собой. А во-вторых, вы находитесь в противоречиях, я думаю, под действием психотравмы. Которые, в частности, вызвали расставание с вашей супругой. Это нормально, что у вас может, скажем так, подобное. Травмировать. Поэтому, первое, на что бы я обратил ваше внимание, это именно на ваше состояние. То есть на то, чего вы хотите сейчас. На то, что вы, быть может, чувствуете сейчас. Какие у вас, к примеру, ценности, приоритеты и задачи сейчас. Вот на эти все вещи имело бы смысл вам обратить свое внимание и разобраться в себе сначала. А уже потом, уже дальше можно было бы говорить о том, что вам делать. А сейчас, на данный момент, что вам делать не скажет никто. Потому что, потому что это ваша жизнь. Потому что вы сами решаете, как вы, ну вот, своей жизнью управляете. Вы сами решаете, что вам со своей жизнью делать. Вот. Понимаете, да? Если вы этого не знаете, то задача психолога как раз и заключается в том, чтобы вам в этом помочь. чтобы помочь вам разобраться в том, чего я хочу, как я хочу, да, и так далее. Вполне возможно, вполне вероятно, что вам плохо сейчас, в том числе. Потому что вы как-то вот привыкли во всем обвинять жену и маму. Безусловно, они поступают по отношению к вам как-то нехорошо. Это правда. Но, я думаю, что есть и ваша ответственность в том, что это эта ситуация, скажем так, стала возможной. То есть, я думаю, что и вы приложили к этому свою руку. Вопрос заключается только в том, как именно. Вопрос заключается в том, как и что вы делали. для того, чтобы эта ситуация была возможной для вас. Вот. На это вам нужно обратить свое внимание. самое, как мне кажется, пристально, чтобы как можно лучше отдавать себе отсет в том, что происходит. На мой взгляд, крайне важно еще работать с вашими переживаниями, с вашими эмоциями, с чувствами, чтобы вы отслеживали то, чего хотите. Замечали, так скажем, какие-то перемены в себе, в восприятии себя. Это перемены в ваших потребностях, в ваших желаниях, в приоритетах, вот. И в отношении к другим людям. Это тоже очень важный момент. То, как вы относитесь к себе, проецируется, то есть переносится, на то, как вы относитесь к другим. То есть, к, допустим, маме, к, допустим, супруге и так далее. Кстати, кстати, а из-за чего вы расстались со своей супругой? Почему она, почему она, почему она от вас ушла? Почему вы ссоритесь из-за... У нее? Суфлейма. Вот. Ну и, наконец, пожалуй, последнее, о чем бы я хотел сказать сейчас. Это то, что... А... Дабы вас слышали, нужно, как мне кажется, говорить на языке, того, кого вы, ну, на языке того, от кого вы, кем вы хотите быть услышанным. Вот так я бы сказал. Потому что, если вы не учитываете другого человека, не учитываете его особенности восприятия, не учитываете... то, допустим, допустим, как этот человек относится к вам, например. Вот. То вряд ли из этого получится что-то хорошее. Вот совершенно. Вряд ли. Поэтому вы, конечно, можете прилагать максимум усилий, чтобы ситуацию как-то изменить. Вот. Но... Если не учитывать... другого человека и... Вот, у вас будут ввесть. Ещё один важный момент... касается того, зачем. То есть, зачем, буквально, зачем человек у вас слышит? Для чего? Что получите вы от этого? Вы знаете, что вы получите, а что получит человек, если он вас услышит? Понимаете, да? То есть, вот не все в данном случае здесь так однозначно. И это тоже необходимо учитывать, если вы хотите на самом деле наладить взаимоотношения с людьми. Если вы не заинтересованы в этом, это уже другой вопрос в таком случае. если вы не заинтересованы. Но если заинтересованы, то необходимо сделать шепота для того, чтобы другой человек, так же, как и вы вас слышит. Я бы рекомендовал вам поисследовать психологическую игру с скандал. Это ну целом целом поигра в которую играете вы. Вот в смысле в смысле того, что ну вы боитесь говорить в своих чувствах, да? вероятно не умеете говорить о своих чувствах. И это выливается в конфликт. Вот. А в этом нет ничего страшного. психолог может помочь вам в себе разобраться. Вот. Психолог может помочь вам лучше себя узнать. То есть тут не проблем что по поводу детей вы насчет ну пишите я помню чтобы хотели бы уехать продать жилье, но вот значит ради детей остается. вот хотелось бы уточнить что для вас значит кредит вот ну вообще что для вас значит дети как вы относитесь к кредитам какие у вас ну к ним чувства вот вот мне бы этот момент хотелось бы чтобы вы прояснили потому что момент этот достаточно важный. дело в том что для детей не нужно чем-то жертвовать вот ну не нужно дети этого не оценят если вы будете чем-то жертвовать чем-то жертвовать для них вот а вам будет от этого хуже хуже только вот поэтому я бы вот не рекомендовал вам оставаться с детьми только и чувство долга вот по опыту могу сказать что редко когда из этого получается что хорошее поэтому не стоит не стоит так делать не стоит так поступать вот если вы любите флайк детей это не надо но дети все-таки на мой взгляд достойны большего а поговорите с ними а признайтесь себе и им в чувствах которые есть у вас и у них и я думаю что многое прояснится тут есть конечно вопрос связанный с тем например каким образом дети с вами остались то есть почему они остались с вами были ли были ли для этого какие-то причины например супруга не хотела ну их братья или или что-то еще вот то есть этот момент является важным конечно но в целом в целом будет лучше что вы будете честны со своими детьми и самим собой на этом все буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать на собой работу желаю вам всего самого доброго до сих пор до сих пор до сих пор